С недавнего времени Андрей Габзиков изрядно набрал вес. Просто плотный. Местный врач констатировал кинокритику и зеркальную болезнь. А вчера от него даже ушла жена к своему фитнес-тренеру. Ей надоело, что Андрей перестал замечать не только все, что ниже его мохнатого пупка, но даже и присутствие некого третьего лишнего в их взаимоотношениях. Ну так и не видно даже. Я про огромное свисающее пузо, Андрей. Остатки роскоши. Впервые в жизни Габзиков начинает вдавливать не только кнопки на пульте, но и свои ноги в пол. К сожалению, спустя четыре повторения Андрей оказывается в техническом нокауте. И тогда ради шести кубиков стального пресса наш Габзик решается на отчаянный эксперимент. Он делает звонок давно полюбившимся героям с его любимой телепередачей. Это Габзиков. Мне нужно нечто мощное, упарывающее. Вот это поворот. Чтобы я смог не уставать на тренировки и как можно быстрее вернуть свою жену. Друзья, короче, пришли мы на тренировочную площадку. Сегодня делаем авторский претонировочный комплекс. Как назовем, кстати? Как назовем? Гориле пойло какой-нибудь, я не знаю. Это таурин 500 миллиграмм в одной таблетке. Таурин 500 миллиграмм. А таурин для чего нужен? Ну, для сердца. Видишь, кардиоактив, короче. Для сердца? Для лечения сердечно-сосудистой недостаточности. Улучшает работу сердечной мышцы. Снижает уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови. Короче, это самый безопасный претрен будет. Хотя будут в нем и такие компоненты жесткие. Надо растолочь. Спасибо, ага, таблетка улетела. Вон она. Муравьян, реально. Давай назад ее. Потому что просто надо, чтобы растворилось лучше, ну, так сказать, это. Немножечко ее, это, растолочь. Вот. А друг с пола, как говорится. Ну, ничего было. С пола в рот, получается микроб там. Ну, ничего там не получается. У нас есть, короче, тара. Вот. Это Саня пил колу, походу, вот. И... Я вчера глушанул немного. Надо было, слышь, бумажку взять. Он взял, короче, вот эту скалку. Ой, не скалку, а доску из дома реально спер из мыла. Ты уверен, что она растворится? Ну, для этого мы взяли колу, правильно? То есть, друзья, для чего мы взяли колу? Потому что там есть тоже кофеин. И потому что это хороший растворитель. Дальше. Две таблетки синокса. Ну, синокс это эко. Только... Слышь, давай без синокса. Только, как сказать-то. Ну, короче, из каких-то там цитрусовых. Чтобы, короче, вот эта лишняя не попадала. Она, наверное, желатиновая основа, поэтому она растворится в природе. Ну, ее съедят муравьи спокойно. Ничего страшного. Не будет. В таблетке в одной 20 миллиграмм. То есть, мы закинули, сейчас получается, Эки-40, 1000 миллиграмм таурина. Вот это, короче, у нас тут гуарана. Она у меня завалялась. Надо ее использовать. 2000 миллиграмм, короче, в одном шоте. Гуарана это что? Ну, наподобие таурины, короче. Чтобы ты жил дольше, счастливее ищи и так далее. Тоже две штучки выливаем. 4000 миллиграмм получается. Гуараны. Это на двоих, да, я понимаю? Да. Ну, естественно, поэтому я все делаю по две. Обязательно добавляем этот аргинин, чтобы сосуды, короче, расширялись и наполнялись кровью лучше. Сейчас такой вкус мерзкий будет. Ну, аргинина можно не жалеть, чтобы, так сказать, сосуды. Да куда ты столько заливаешь? Да там половина в банку назад высыпается. Ты что, не видишь? Хватит. Сколько? Ложек уже четыре. Нет, там же половина назад выливается. Половина. Все, ты хорош. По пол-ложки только залетает. Да хватит уже. Я же тебе говорю, она высыпается назад. Ты что, не видишь? Да что там не высыпается? Все, просто обсыпал весь пенек. Сейчас для настроения, так сказать. Слышь, какое настроение? Что ты хочешь достать? Фенилатиламин. Ты больной, что ли? Слышь, мы реально сейчас упоримся. Тебя потом из Клифосовского не достанут просто. И для настроения, короче, фенилатиламин досыпаем, черпак. Андрюха, да хорош, только много. Ты что, больной, что ли? Да на двоих-то что, нормально. В смысле на двоих? Хватит. Что ты делаешь? Зафиксировать, так сказать. Пацаны, пишите в комментариях, как это... Седьмое чудо света. Седьмое чудо света? Да. Кипец, такая вообще парша, реально. Ты парша, ну. Надо было взять этот вантус твой шуток. Теперь колешь или доливаемся? И заливаем, да. Кстати, колы и в коле, сейчас скажу. Там тоже, да, есть что-то? Там есть, короче, кофеин. 150 миллиграмм, короче, еще кофеина. Не заливай. Только парфюм. И, кстати, вот в черпаке стимулы 8 получается 350 миллиграмм кофеина, плюс еще 150, еще 500 миллиграмм кофеина, короче. Гуарана 4000, 1000 миллиграмм таурина, 500 кофеина и все остальное. Друзья, повторять это часто не нужно. Сколько раз в неделю кому дышишь? Желательно раз в полгода. Для профилактики чисто. Не, реально можно кони двинуть. Полезла вообще, полезла реально. Смотри, там сколько пены. Ты видишь? Слышь, ты смотри, сколько колы, да, всего? А потому что она растворяет и начинается это. Да все, кого хорош заливаться-то. Да там вкус не очень. Надо залить, чтобы послачнее. Следующий ролик будет из больницы, походу. Ну, кстати, вот когда литром заливаешь, ничего терпимо. Давай мешанем, чистый сыр. Чем? Ты уверен, что она растворит таблетки? Да. Сейчас я за это... На дне, мне кажется, все останутся. Да растворит не сыр. Кола растворяет ржавчину в унитазе. Неужели она не растворит таурину? Пар-музыку бомбалела, бомбалела. Я думаю, растворил. Давай столько лить-то, Андрюш. Все, все, вылили. Можно, так сказать, заправляться. Что, давай ты первый? Сейчас мы еще все уберем за собой. Так сказать, сел на пенек, убрал порошок. Съел. Новый вкус, видишь, написано. Новый вкус. Держи. Как назовем, слышь, давай название. Держи. Пацаны, пока пишите в комментариях, какое название дадите этому чуду свет. Честно, мне что-то стремно, реально. На туре сделали притренную пенькену. Давай загладывай. Владимир Медведев, привет. У меня уже сердце начинает калашмазить. Слышь, что за парша, реально? Заливай. Ты один глоток сделал, надо хотя бы стакашку-то выпить. Ребят, смотрите, что там на дне. Там еще растворение происходит, так сказать. Слышь, такой вкус вообще не противный, реально. Ну, как ты хотел. Слышь, это вообще пипец. Ты вот думаешь, что ты выпил так чуть-чуть и все, тебя возьмет, не возьмет тебя, реально. Сделай пару глотков нормальных, реально. Слышь, он мерзкий, реально. Слышь, давай это в прикуску с шоколадкой, реально, шатаем. Сейчас? Ну, я уж это съел свою. Какой ты шатаешь-то? Уже бы были калории. Какие калории? Давай, пей. За большие пушечки. За огромные пушки просто. Фига ты усосал. Блин, переборщил. Остальное твое. Брось, не всосется, реально, Андрюш. Так нечестно. Всосется? Не всосется. Ты уже джумку одну съел до этого. Слышь, дай мне тоже чуть-чуть закинуть. Я же чувствую, как... Пошел процесс. Когда, короче, оператор так смеется, значит, его уже воткнуло. Слышь, у меня потом сосуды не лопнут на голове. На лысой. Ну, тебе дозировку в два раза повышать надо, чтобы у тебя что-то лопнуло. Ага, ты больной же гавзикнул. Коктейль для остановки сердца. Калеческий монстрический, шишечно-тауринческий, короче, напиток. Друзья, притренг, восьмое чудо света, реально, унесет вас на Гавайские острова, на Райский остров, короче. Скромно, так сказать, и со вкусом. Вот это я понимаю, природа, реально. Все, что мне надо, чтобы сделать бицепс за полтинник, это сосновая палка, жгут, ржавая железка. Ну, а если даже не было железки, вокруг ствола бы обвернул. Притренг. Ну, не спорю, не спорю, может, 200 миллиграмм теста. Так сказать, чтобы тесто было в тесто, в мясо. И вот так вот. Дальше на страже, только от них, аэродрома. Мы побежим, нас не догонят. Дальше от них, дальше от этого. Ночь, дорогих, спрячь наши цели. За АТК, за АТК. Дальше от них, дальше от них, дальше от них. Дальше от них, дальше от них. Дальше от них, дальше от них. Продолжение следует...